В Чебоксарах проходят рейды по устранению неформальной занятости. Налоговая служба и прокуратура выясняют, оформлены ли работники по трудовой, не получают ли они зарплату в конвертах. Очередной такой рейд прошел в Калининском районе. В поле зрения инспекторов попали две организации. Подробнее Рефат Фадкулин. Налоговые инспекторы пришли на автомойку вовсе не для того, чтобы придать блеск своему автомобилю. Это работники поняли сразу и тут же начали скрываться. Однако одного все же удалось застать на рабочем месте. Нелегальные трудовые отношения – проблема, от которой страдают все. Работник оказывается в бесправном положении, отпуски и больничные ему не оплачиваются, государство не получает налоговые отчисления, работодатель рискует деловой репутацией, а в госинспекцию труда ежемесячно поступают сотни жалоб на несправедливую оплату труда. На данном предприятии в одну смену работают как минимум 13 человек, то есть это 11 умойщиков, плюс кассир и еще один администратор. Так как данное заведение работает круглосуточно, то работников намного больше шляет трудовую деятельность. По отчету за 2017 год видно, что налогоплательщик указывает 9 работников. Для выяснения данного расхождения руководитель данного предприятия приглашен на комиссию по легализации налоговой базы. Незваными гостями налоговики оказались и в кафе, который находится в этом же здании. В штате два человека – работодатель и работник. Тенденция к уходу работодателей на серую сторону, принимает все большие масштабы. Однако и контролирующие органы не дремлют. С начала года 2018-го проведено порядка 50 рейдов уже по выявлению данной неформальной занятости. В соотношении процентном примерно около 20-30% выявлено фактов неформальной занятости. В первую очередь с теми людьми проводится профилактическая беседа изначально. То есть как в виде предупреждения им рассказывают о том, что было совершено правонарушение, о том, как нужно правильно оформлять людей, которые у них трудятся. А в дальнейшем при повторной проверке, если данный факт опять же будет выявлен, то, естественно, там накладываются какие-то определенные санкции уже в виде денежных штрафов. Иногда, устраиваясь на работу, соискатели сами выбирают серую зарплату, потому что она больше. Но сейчас эти люди рискуют как никогда, ведь многие предприятия переживают финансовые трудности, и неоформленный официальный работник может оказаться вообще ни с чем. Рифат Фадкулин, Александр Петров, Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова